Сегодня 17 июля, третья часть уже сейчас начнется с минуты на минуту. Сейчас жду обработки видео, вот и решил пораньше включить камеру. Благодарю Бога всемогущим, молюсь сейчас о всех слушателях, зрителях, молюсь о том материале, что уже прозвучал и о том, что будет сейчас озвучен. Пусть истинно делают людей свободными, потому что истина, Слово Божьего, действительно освобождает. И правда историческая, когда мы историю через призму Слово Божьего пересматриваем, это нас освобождает. Мне это очень сильно в жизни помогло. Почему я не профессиональный, казалось бы, историк, провожу такие семинары. Я профессиональный художник. Но, знаете ли, история для меня наставница жизни, когда она с Библией в руках, когда через Библию пересматриваешь ее. И мне в 96-м году очень сильно помогло это. Очень сильно помогло. Выйти из пут традиционализма, религиозного оккультизма, религиозного мракобесия. Мне это помогло тогда простому сельскому священнику, настоятелю сельского храма. Казалось бы, я, как один из тысяч моих коллег, совершал обычные литургии традиционные православные. Молился к Богородице, к святым. Кому я только не молился вообще? Представить страшно мне теперь. Вспомнить мне страшно теперь. Почитал мощи, целовал иконы, поклонялся иконам. И, конечно, все это... Ну, конечно, я оправдывал все это тем, чем нам пихали, просто-напросто промывали мозги, что, мол, через образ на первообраз, туда-сюда, я, мол, не иконам поклоняюсь. Ну, это... Ой, хрен резки не слаще. Это церковное словоблудие религиозное, оно настолько въелось тогда в меня. И помогло мне, что истина, Божье Слово, которое вернулось в мою жизнь, оно меня освободило. И потом, а вторая вещь, которая помогла мне тогда, в 96-м, вырваться из пут религиозного мракобесия, это история. История, церковная история, история христианства. Пересмотр истории, точнее, через призму писания, через Слово Божье. Это увлекательнейшее чтение, на самом деле, я это повторяю всегда. Вот. И все ведется иначе. Не так, как нам, говорят, в семинариях мозги промывали темы истории. Я сдал на отлично историю. Экстерном сдавал за первого два класса вообще. Я всегда любил историю, но с удовольствием много читал. И читаю по истории. Но для меня самая важная книга по истории – это Библия. Самая важная книга. А второе, чем я руководствуюсь – это молитва. Библия, молитва и только лишь потом все остальные материалы исторические. Любая информация – это лишь потом. Первым делом – Библия, потом молитва. Это приоритетно. Да, я чуть задерживаю эфир, потому что видео еще не обработалось. Как-то оно почему-то долго обрабатывается. Надеюсь, сейчас уже завершится. И я сразу включусь. Огромное спасибо всем, кто молитвами и финансами также участвует в моем служении. Я сейчас разговаривал с дьяконом Иваном Левко. Надеюсь, он сможет быть 19 августа тоже. С Львовской области он приехал как раз сейчас в Киеве. Но я не могу с ним встретиться. Я сейчас в эфире сегодня. Вот эти часы. Но ничего. Бог усмотрит нашу встречу с другими братьями также. И приглашаю всех на собор. Собор Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Архиеписком, которой я являюсь. Собор будет у нас здесь в Киеве проходить 19 августа. Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И будет проходить одним днем собор. Хотя накануне, субботу, шаббат, я буду проводить предсоборный шаббат. Предсоборная суббота. Буду проводить и тоже в эфире. В молитве. Здесь в парке Киота. Здесь в прямом эфире. Даст Бог в общине. Мессианской общине, наверное. Там и где-то еще. Где Бог усмотрит. Слава Богу. Благоставения Господня всех вам, дорогие друзья. И финансово. Мне сообщили еще вчера, позавчера. Что карточка уже готова. Сбербанк. Ой, Сбербанк это российская карточка. Здесь в Украине это приват, по-моему, называется. Карточка. Ну, короче, я все подробности узнаю, когда я запишу все это. И выставлю под этими видео, выставлю, значит, в сетях социальных. Поэтому, кто с Украины имеет возможность, то, значит, участвуйте таким образом. Кстати, я сейчас получил сообщение, что около 200 гривен начислено на Киевстар. Спасибо огромное. Не знаю, кто начислен, но слава Богу. Если вы в Украине, то вы можете участвовать сейчас таким образом, чтобы пополнять счет мобильного Киевстар или же Лайф. Ну, номера все есть под этими видео. Вот. Если в России, то это МТС. В российский МТС запишите, пожалуйста. Если вы даже не в России живете, но если у вас есть друзья, знакомые в России, которые хотели бы принять участие материальное в моем служении, то, Господу, то. Запишите, пожалуйста, МТС номер 915, ну, код России плюс 7, как обычно, да? 915-780-48-74. Еще раз повторяю. 915-780-48-74. Вот этот номер пополняю, можно принять участие. Вот. Ну и, конечно, я 50 на 50 времени, половину времени своего тружусь в России, половину времени тружусь в Украине. Ну и, бывая в других некоторых странах бывшего союза, проповедую, провожу семинары, поэтому буду рад послужить и у вас, если вы имеете отношение к процессу образования в вашей церкви, в вашей динаминации, то приглашайте. Я провожу семинары и у баптистов, и у харизматов, у песятников и адвентистов, у методистов и лютеран, у кальвинистов и у католиков, православных некоторых, правда, не у нас в Европе или в Америке, бывает. У таких продвинутых православных. Вот. Потому что для большинства традиционалистов православных и традиционных католиков, не реформированных таких, не харизматиков католиков, я, ну, чуть ли не еретик, как бы отступник. Да и многие протестанты, такие вот консервативные, тоже косо смотрят на меня, потому что я очень открыт к общению со всеми верующими, независимо от динаминации, конфессии, потому что я стою на позициях и строго евангельских позициях, библейских позициях. Вот. И некоторым протестантам это тоже не нравится, как ни странно. Вот. И православным католикам многим это очень тоже не нравится. Но мало ли, что кому что не нравится. Я не киевский тот, что всем нравится, знаете. Знаете, я скажу, истина, она не всегда, знаете ли, нравится людям, тем более, если сладкая жизнь в моде, как говорят. Да, если трудно быть, кто-то писал, трудно быть солью, когда сладкая жизнь в моде. Вот. Я не сладкую даю еду, а соленую, Господом соленую, просоленую. И провожу семинары, и в церквях, в общинах мессианских, в церквях христианских провожу. Однодневные, двухдневные, трехдневные семинары. В библейских школах, там можно и большие семинары, там и недельные, и двухнедельные, даже четырехнедельные бывает, но это редко. Вот. А в Николаеве, допустим, последний такой большой такой проводил я семинар. Церковь любовь к Христа. Давно уже, правда, кстати. Такие большие семинары, четырехнедельные. Вот. А чаще всего это недельные семинары в школах библейских. Вот. Буду рад послужить и у вас. Так что приглашайте. Вот. Слава Богу. Пусть Бог благоставит. Да. И если вы в Киеве, или где-то недалеко, или в Украине, да, у вас возможность есть благоставить. Нужен сейчас, здесь нужен стационарный компьютер, потому что, значит, или ноутбук, но такой уже швыдкий, такой, как бы, скоростной. Значит, но нужен стационарный компьютер, таким словом, для работы, такой стационарной работы нужен. У меня был очень хороший стационарный компьютер, но его при обыске забрали. Как и все остальные компьютеры забрали у нас, ну, в России тогда еще, при обыске полиции. Меня же, как религиозного экстремиста, и даже и судили в Петербурге, ну, другие уже люди, но тоже, как религиозного экстремиста. За проповедь Слова Божьего, Евангелие. Ну, мне это благо пострадать, за проповедь Слова Божьего, но гонителям не позавидуешь, конечно. Пусть Бог их благоставит и утешит, и даст им веру библейскую, евангельскую, даст покаяние, исправление. Я вчера говорил, позавчера, вернее, в воскресенье, как раз на служении, говорил о важности молитвы загонителей. Поэтому не поленитесь, кто интересуется, посмотрите воскресные записи. Я уже их выставил уже на YouTube, на свой канал. Посмотрите их обязательно. Вот, и, значит, очень важно. Аллилуйя, аллилуйя. Ой, время уже, время, время, время уже начинать. А у меня ещё обработка идёт. Я не знаю, можно ли включать, когда ещё нет обработка. Честно говоря, я не очень грамотен в этом отношении. Ну, ладно. Надеюсь, что сохранится. По крайней мере, на камеру записанное оно точно сохранится. Так, так что будем включаться. Так, уже кто-то ждёт, зрители даже уже, слава Богу. Хорошо, друзья. Вот, буду продолжать семинар. Вот, сейчас. Ой-ой-ой. Аллилуйя, аллилуйя. Запустите, написано прямой эфир. Запускаю прямой эфир. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Спасителю Господу. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Слава нашему Господу, Богу Спасителю. Дорогие друзья, дорогие братья, сёстры. Всех приветствую с благословляемым именем Господним. Сегодня провожу семинар. Сегодня 17 июля. И 2018 года. Сегодня исполнилось ровно 100 лет со дня такой трагедии убийства целой семьи, царской семьи Романовых. И их приближённых. Которое произошло в 1918 году. В ночь, которая была с 16 на 17 июля. Трагедия. Страшная трагедия. Особенно детишек жалко, конечно. И я попытался в первых двух частях, и вот сейчас, по милости Господне, в этой третьей части, рассказать о том, что привело к этой трагедии. И о том, как это нам поможет сегодня, переосмысление истории, как нам поможет сегодня в нашем служении Господу. Как поможет это христианству сегодня. Потому что очень важно историю пересматривать через призму Священного Писания. И вот я процитировал так вольно от себя. А сейчас хочу в той части, в предыдущей второй части. А в этой третьей хочу всё-таки прочесть из Писания, историю, когда один из первых примеров вообще в истории такого духа инквизиции в церкви. Тогда ещё в зачаточном состоянии даже находящихся. Но знаете, как бывает сейчас, учёные продвинулись, медицина развита сегодня невероятно. Особенно в Израиле, в Америке, в Европе. И сегодня даже, допустим, учебники по медицине в американских школах, они рассматривают нерождённого человека не как часть материнского организма, как было ещё сто лет назад при Ленине. Это когда он подписал декрет об абордах, основываясь на совершенно неправильных научных данных, ошибочных предположениях. Якобы нерождённый ребёнок – часть материнского организма. А современные учебники уже передовые, мировые, американские в частности школ медицинских, рассматривают нерождённого человека как отдельного пациента. Даже переливание крови ему делают. И некоторые операции делают ещё внутриутробно ребёночку. Представляете вообще? Удивительно, конечно. Вот. И... Так вот. Ну, церковь... Родилась она церковь, христианская церковь вообще. Наша церковь. Мы, по милости Господней, часть огромного древа христианства. Вот. Многоветвистого такого древа. Но корень у нас один – Иисус Христос. Древо одно. Много ветвей разных христианств, но древо одно – Иисус Христос. И всё это древо – Иисус Христос. Живительными соками своими напояет всё вокруг. Слава Богу. Вот. И, значит, церковь родилась на Голговском кресте. В страданиях, в крови, в мессии. И, значит, явилась миру в день Пятидесятницы. Облеклась силой свыше церковь. Но, если отмотать до того, ещё, как бы, до рождения своего церковь, ещё внутриутробное развитие, как бы, церкви, когда Иисус вынашивал её внутри себя, Он уже пророчествовал и говорил, «Я создам церковь мою, и врата ада не устоят перед ней». Или в цинодальном переводе, сильно дальнем переводе, «И врата ада не одолеют её». Хотя оригинальный текст говорит не об оборонительной войне, а о наступательной войне. Это разные вещи совершенно. Так вот, но даже, когда церковь ещё только развивалась, как бы, внутриутробно, под сердцем Иисуса, она не была ещё рождена. Но даже тогда уже, как у отдельного пациента, наблюдались уже, будем так говорить, как это называется, ну, болезни были, патологии какие-то, болезни, которые впоследствии, после родов, уже дали о себе знать. В них деяние уже об этом кое-что говорится. Вот, значит, но в дальнейшей истории христианства это очень сильно видно. Так вот, Евангелие от Луки, читаю, 9 глава, с 51 стиха. Евангелие от Луки, 9 глава, с 51 стиха. По 56 стих, включительно. Евангелие от Луки, 9, 51. Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он, то есть Иисус, восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом Своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики Его, Яков и Иоанн, сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал? Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа, ибо Дух, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Аминь. Вот такой эпизод. И слава Богу, что Иисус остановил этот инквизиторский зуд, который зудел уже у Петра и Иоанна, у учеников ближайших Господа. Потом та история с Ананией и Сапфирой. Иисус бы так никогда бы не сказал бы, Иисус бы так никогда не сделал. Но, к сожалению, дух инквизиции дальше в истории проявлялся и неоднократно, и в деяниях апостольских, и потом, в первые века христианства, до Константиновой эпохи. А после Константина Великого, с начала четвертого столетия, дух инквизиции стал просто-напросто, повсеместно распространяться. А метастазы этого религиозного мракобесия, оккультизма распространялись. И параллельно метастазы в теле Христа распространялись метастазы инквизиции. Особенно с конца четвертого столетия, когда Феодосий Великий еще на Втором Вселенском Соборе заявил, что вот это слово инквизиция, даже еще до того, по-моему, до Второго Вселенского Собора. Когда в Фессалониках была резня ученина, то там как раз прозвучало слово инквизиция впервые как раз на стадионе в Фессалониках. Да, точно. Потому что это как бы расследование, расследование. Но по сути была бойня, настоящая бойня. Это было беззаконие. Законное беззаконие. Беззаконное законие. Как-то так можно выразиться. И впоследствии на Востоке и на Западе это все очень сильно распространилось. Да, о нашей православной инквизиции не принято говорить. Есть определенный табу. Я его нарушаю, конечно. С самого 96-го года я нарушаю этот табу. Я рассказываю о нашей инквизиции. Я рассказываю, что наша инквизиция православная была гораздо более и продолжительной по сравнению с западноевропейской и более кровожадной, более кровавой. Даже по количеству репрессированных гораздо превосходящей. Просто о западной принято говорить, а о нашей не принято говорить. И даже большинство обывателей православно даже и вуз себе не дуют. И даже в помине не знают, что у нас была своя инквизиция. Да и многие священники, в принципе, об этом, знаете ли, как бы... Как вот у детей, которые потом вырастают и которые в детстве видели какие-то несправедливости. Я с этим, как священник, с этим сталкивался очень часто. Видели много боли, несправедливости, горечи. А потом, как бы, у них в памяти это блокируется, как бы. Подсознание-то есть, а из сознания вроде как бы стерто. На самом деле это не стерто ничего. Вот, значит, только лишь Бог это все стирает. А время не лечит, на самом деле. Бог только лечит все. Это я точно знаю. И как священнослужитель, как христианин. Вот, но это отдельная тема, конечно. И вот, значит, скажу так. Даже если большинство священников об этом не думают. Ну, когда фактами припираешь к стенке, то говорят, ну да, ну было. Ну, было да, всплыло, как бы, и все. Было-было-было-было, и прошло. Ого-го, как в той песне пели. Пели вот так мне священники многие говорят. В таком же духе нечистом. Но сегодня мы понимаем, особенно вот во время войны в Украине, в этой последней войне, вот уже не первый год продолжающийся, знаете ли, опять на повестке дня именно инквизиция. Инквизиция. Когда религиозно, политически все это действует, это очень страшно, конечно. Ох, слава тебе, Господь, за все, за все. И я остановился на том, что в первой и второй частях, я, наверное, даже продолжу, еще четвертую часть запишу еще, наверное. Сделаю прямой эфир чуть позже. Вот, значит, где-то полтретьего или три сделаю снова эфир. Продолжение. Потому что нужно продолжить. У меня не получается коротко рассказывать. Я, ну, художник, знаете ли, с пятой на десятой порой так прыгаю. Хочется все рассказать. Так вот, и я рассказывал о том, что Александр III и потом уже Николай II были, к сожалению, антисемитами и антиевангельскими, что ли, верующими, противобиблейскими верующими. То есть их религия была направлена инквизиторской религией. Вот так вот можно так выразиться. Инквизиторской религией. Значит, и дух инквизиции, особенно в российской истории, в судьбе Романовых, дала о себе знать в 19-м столетии. Особенно. Вот. И в частности, значит, при разгроме Петербургского пробуждения Василий Александрович Пашков, я его вспоминал уже чуть-чуть, Модест Модестович Корф там и другие репрессированные, знатные люди. Так, когда мы картины ваши увидим? Интересно же. А, Милана, слава Богу, сестра дорогая. Я думаю, что Бог позволит. Я, знаете ли, я к этому очень трепетно отношусь. Может быть, даже где-то суеверно, не знаю. Я, честно говоря, мало кому показываю даже свои наброски, свои этюды. Вот. Помолитесь тоже за меня. Я буду посмелее. Вот. И буду выставляться. Но я очень критичен к себе, честно говоря, как художник, если. Я очень себя критикую постоянно. Очень недоволен собой. Вот. Как художником. И тем более, что, знаете, вот, как в Украине говорят, ашпре, вот, распирает от переживаний, а технически выразить. Я отучился выражать себя как художник. Поэтому нужно все наверстывать. Годы, которые я не практиковал как художник. В общем дело. Тем более, нужно это не от случая к случаю, а нужна мастерская. Я молюсь об этом. А своей мастерской это очень серьезная вещь. Хо. Тем более, что Бог дал, вот, пока был в России три месяца, Бог дал откровение о мастерской Духа Святаго. Именно вот так вот. Такая была формулировка интересная. Свыше. Мастерская Духа Святаго, где и художники, и музыканты вот реализуют себя и славят Господа всемогущего Творца неба и земли. На музыкальных инструментах живописи, графики, вот это потрясающе. В поклонении, в молитве. То есть, два-четыре часа в сутки мастерская Духа Святаго. Это поклонение Богу, восхваление, это живопись, графика, музыка, прославляющая Бога. Это стихотворение, это вдохновение, которое будет реализовываться во всем, во всем фактически. Слава Богу. Кстати, как вы толкуете римлянам 13.1, ибо нет власти, нет Бога существующего. А я об этом уже говорил, что неправильный перевод, синодальный, сильно дальний перевод. Я об этом еще в первой части говорил. Вот, что это действительно сильно дальний перевод, неправильный перевод. Религиозно-политический заказ был на неправильный, исковерганный перевод. Милана пишет, Господь да восполнит все нужды ваши и будет мастерская настоящая. Аминь. Аминь, аминь. Принимаю. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот, и в этом эфире я хочу продолжить и рассказать, эту историю. Помните, я говорил, да, в первых частях, что, значит, в 1897 году был принят безбожный закон всеобщим голосованием духовенства, представители высшего духовенства, богословы, миссионеры, значит, которые насаждали силой оружия полицейскими методами, это были полицейские в рясах, будем так говорить, миссионеры, тогдашние церковные, православные, государственные, были, были, действительно, жандармы в рясах, и лично, по-моему, их называл, кстати, да, точно, жандармы, но такими они и были, жандармы в рясах, в сознании миллионов людей, это были жандармы в рясах, вот, которые насаждали, значит, казарменное такое, казенное православие, вот, принцип свободы, упоминался в первой части, но, в пятого года, получается, что Богу вдохновенность, Писание, как бы под сомнением, нет, абсолютно нет, ни в коем разе, Богу вдохновенность, Писание, не под сомнением, абсолютно, Писание, все Богу вдохновенные, насчет, Богу вдохновенности, переводов, это другое дело уже, переводы, Любой перевод это есть перевод. Как знаете, любая копия это есть копия. Это не оригинал, все равно. Даже самая хорошая, мастерская копия, все равно это есть копия. В мире живописи это так. Любой художник вам это скажет. Любая копия, даже самая мастерская, идеальная копия, все равно для мастеров высшего толка, будем так говорить, все равно это копия. Оригинал есть оригинал. Вот, оригинал, поэтому я рекомендую для всех, вот в первой части, когда я говорил о неправильных переводах, я, Алекс, я говорил, что на гаджеты всем студентам я настоятельно рекомендую, в обязательном даже порядке рекомендую, а для, значит, для всех, ну, не студентов школ библейских, рекомендую, просто как брат, рекомендую, скачивать библии разные, и в том числе, то есть разные переводы, я себе скачал кучу разных переводов. Вот, значит, и в том числе, особенно, особенно акцентирован на чём внимание, перевод с номерами Стронга. Вот почему я вспоминал добрым словом уже покойного Царства Небесное, такой муж Божий, Архимандрит Ионуарий. Я имел честь в конце 80-х его знать в Ленинграде, бывал часто тогда, тогда ещё был Ленинград, ещё он, да, и, значит, Архимандрит Ионуарий, он, значит, именно акцент делал на оригинальном тексте Библии. И знаменитый подстрочник, под редакцией его вышел, я считаю, это одно из главных его, или главное его детище вообще, слава Богу, рекомендую настоятельно. Поэтому сегодня у нас век просвещения, господа, сегодня у нас век информатики, век интернета. Я, слава Богу, я часто говорю в молитве, благословен Бог наш, давший нам интернет и повелевший его использовать благочестиво в целях распространения Слова Божьего и Евангелия Христова. Я часто это провозглашаю и молюсь Богу, благоставляю всех, кто в сети, благоставляю всех моих друзей по социальным сетям. Особенный мой есть список, это чёрный список, так называемый, там богохульники, там, значит, хулители служений, там разные люди. Фашисты, коммунисты, разжигающие рознь всякого, человеконенавистничество, пишущие всякую хулу, таких много очень, поверьте, в моём списке их очень много, сотни людей уже, вот за эти годы набралось. И это люди, которых я особенно люблю и благоставляю. Это мой, я говорю, не чёрный список, а особый молитвенный список. Я их молюсь, за них молюсь и благоставляю. Да просветит Господь светом лица своего, да просветит Он светом Слова своего, истины своей. Вот, и уже есть некоторые свидетельства, когда вчерашние враги и хулители становятся уже на путь истинный, на путь просвещения евангельского. Слава Богу, Бог жив. Аминь. Так вот, дамы и господа, и вспоминая сегодня, вот о духе, говоря о духе инквизиции, вот особенно в этой третьей части, я скажу так, что в 1897 году не хватало подписи императора. Это был уже император Александр, ой, извиняюсь, это был уже Николай II. Собственно, то, что я хочу сделать поправочку, неточность некоторой допустил в предыдущих частях. В 1897 уже был император Николай II. Но почему я акцентировал на Александре III? Потому что, по сути, это было его детище. Он дал добро, зелёный свет, митрополит Милетий Рязанский с высочайшего соизволения всё это готовил. По сути, это было детище Александра III. И если бы он же был бы жив, то он бы обязательно поставил свою высочайшую подпись, что называется, и запустил бы процесс беззакония этого. И, собственно, была бы страшная бойня, сотни тысяч людей. Но можно так предполагать, сегодня уже, спустя столетие, можно предполагать, что порядка миллиона человек, полмиллиона, это сразу же, первым этапом шли бы туда, в Заполярье. Но в целом порядка миллиона человек подверглась бы репрессиям и убийству. По сути, ритуальному убийству, который готовил Александр III для своих же подчинённых, для российских подданных неправославного вероисповедания. Те, кто осмелились иметь своё мнение, свою Библию, читать её и верить так, как им совесть их позволяла. И, в общем-то, это было страшное злодеяние Александра III, но Бог всемогущий не дал ему осуществить это злодеяние над евангельскими верующими и над евреями. Потому что и евреев, и евангельских верующих он хотел к ногтю прижать. Бог не дал беззакония этому произойти, и поэтому Александр III скоропостижно скончался. Сам Господь Бог всемогущий посрамил безбожие этого царя нечестивого и убрал его вообще из жизни, стёр его имя. Но, как вот Аман, злодеяние Амана, сам Аман был уничтожен, да, значит, казалось бы, но его злоба Амана ещё была жива. И вот злоба Александра III была ещё жива. И Николай II начал своё правление впервые в истории Романовых, вообще царства российского, он начал своё правление со спиритического сеанса. Понять его было можно в чём-то, потому что он был застегнут врасплох всем этим. Потому что батюшка его, Александр III, он не вводил его в курс дела особенно, особенно не питал иллюзий по отношению мягкостелости и мягкостердечия Николая II, которого он мало видел пригодным для управления таким огромным государством. Сам Александр III был прямо противоположен с Николаем II, он был очень жёстким человеком, таким суровым, мужиком таким, знаете ли, вот таким был. У него было много хороших качеств, но, к сожалению, не в хорошее русло пошло всё это. Так вот, дамы и господа. И плюс ещё Николай II, он поженился, неудачно поженился. Для человека очень важно удачно пожениться. Но, к сожалению, он неудачно поженился. Ну, говорят по любви, трудно сказать вообще, что это была любовь или похоть, или что это было, или спиритизм, оккультизм был. Скорее всего, была оккультизм, любовная магия какая-то, я не знаю, как назвать это даже. И о любовных похождениях Николая II даже и фильм уже снимает уже. Но дело не в том, но брак был неудачный, более чем. Потому что, кстати, Александр III это предчувствовал. Он запретил Нике Николаеву, запретил всякую дружбу и всякие мысли оставить о женихе на принцессе Алисе. Ну, будучи Александрой Федоровной. Потому что Александра Федоровна, царица, ну, она последняя русская царица, она же принцесса Алиса, она выросла, по сути, под опекой вот того нечестия, который еще идет от двора британского, викторианского, от королевы Виктории. Значит, британская империя, по сути, разваливалась благодаря вот спиритизму, оккультизму, в который погрузилась королева Виктория во второй половине своего царствования. Ну, конечно, при всем уважении к англичанам, не обижайтесь, если кто сейчас из Англии слушает, знаете ли, при всем уважении к викторианской эпохе, королева Виктория, она много сделала хорошего, конечно. Вот, в ее время говорили, что солнце никогда не заходит над землей ее величества. Это было так на самом деле, самая великая империя в истории человечества. И по количеству территорий, суши, всю землю охватывала, так или иначе, эта империя. Поэтому в каждом часовом поясе были земли ее величества. Вот. Но, с другой стороны, после смерти ее мужа, она впала в уныние, крайнее уныние, уединение, а потом нашла себе отдушину в спиритизме, вызывании мертвых, общении с покойным мужем. И этот спиритизм он до добра не довел. И королевство ее, империя уже в конце викторианской эпохи уже, по сути, начала разваливаться. Это было уже очевидно. Вот. И былое величие уже сходило на нет. Вот. Но не только королева сама Виктория страдала этим бесчестием, но нечестием. Спиритизм вообще до добра не доводит. Общение с бесами никогда до добра не доводит. Это очень важно отметить для себя. В истории очень много примеров. Королева Виктория – это один из примеров. Но и многие другие царственные дворы, они были в родстве многие. Поэтому, будем так говорить, инфицировались, заражались друг от друга. Вот. Были многие общие интересы. Вот. И в Дармштадте, в Германии я там часто бывал. Я бывал на экскурсиях в этих дворцах, где проживали эти принцессы, в том числе Алиса принцесса, Дармштадтская. Вот. И нам показывали на экскурсии, значит, те вот спаленки, где они спали, как они жили. Вот. Значит. И вот те столы, где они занимались этим столовращением, там, или спиритизмом. Но даже экскурсовод подчеркивала, что, значит, в отличие от многих представлений о том времени, они занимались высокопрофессионально спиритизмом. То есть на самом высоком профессиональном уровне. Хотя были молодыми принцессами. То есть магия, оккультизм самого нежного возраста с молоком матери и самого нежного возраста принцесса Алиса восприняла. Будущая царица Александра Федоровна. А параллельно с оккультизмом, что идет обычно? Антисемитизм. Это 100%. Там, где спиритизм, там всегда антисемитизм. Там, где колдовство, оккультизм, там всегда антисемитизм. Заметьте для себя обязательно. Я об этом провожу семинары. И когда провожу семинары об истории антисемитизма, или же церковь в Израиле, Израиль и церковь, я об этом часто очень говорю. Там, где оккультизм, там, где спиритизм, там всегда антисемитизм. Потому что это, понимаете ли, иного рода духовность. Это разные заряды вообще духовности, будем так говорить. Потому что Бог Иегова, Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог Израиля, Он и спиритизм это два разных полюса. Это совершенно противоположности, как небо и земля. Прямые противоположности. Значит, общение с Богом и спиритизм это, скажу так, как сравнить парадный вход и черный вход какой-то в духовный мир. Спиритизм это черный вход в духовный мир. И открывается черная истина, черная правда, которая есть по сути общение с бесами. И тут же одно из первых, что бесы дают в общении, из опыта, я знаю общение с людьми, которые были в спиритизме, общались с бесами очень вплотную. Я точно это знаю теперь уже. И из истории христианства я это знаю точно теперь уже. Изучаю через Писание Священное, что спиритизм, общение с бесами всегда одно из первых их откровений это антисемитизм. Ненависть к Израилю, ненависть к евреям. Поэтому, когда я общаюсь с людьми, которые инфицированы антисемитизмом, я всегда начинаю с ними общаться и интересоваться, где они подхватили эту заразу. И где они были вовлечены так или иначе в спиритизм или в оккультизм религиозный или светский, без разницы. Потому что это общение с бесами. Вот. И королева, ну, про принцессу Алису. Алиса Дармштадтская, будущая царица, она стала Александром Федоровной в православии, когда и воцерковлялась, крестилась, и воцерковлялась, и стала, ну, вышла замуж за Никки, за Николая, ставшая Николаем Вторым. Вот. И Александра Федоровна была страшной антисемиткой. Ее самое страшное ругательство, когда во дворце она ругалась, придворные это хорошо знали. По воспоминаниям, самое страшное ее ругательство, это было евреи. Жидами, евреями она пугала всех и сама была, по всей видимости, очень напугана. Вот то общение с бесами, которое она имела от молока матери еще с самого нежного возраста, инфицировало ее духом антисемитизма. И Николай Второй был и без того уже в антисемитской традиции определенной вскормлен. А плюс еще эта женитьба с ярой антисемиткой и оккультисткой стал для него склонному к мистическому переживанию. Если Александр Второй, Третий, вернее, он не был склонен к мистическим переживаниям. Он был даже, скажу так, религиозным рационалистом больше по жизни. Прагматично очень смотрел на религию. То Никки, он был с детства склонен к религиозным, мистическим всякого рода переживаниям. И в этом была его очень страшная проблема. И если бы он женился бы на... взял бы в жены, знаете ли, более здравомыслящую женщину, будем договорить. Да, значит, то это... его предохранило бы, его во многом спасло бы, я считаю. Но он женился... ну, подлили масло в огонь, одним словом. Они сошлись. Два сапога пара. Только жена благочестивая, она созидает свой дом, а нечестивая разрушает. И вот, по сути, даже смерть, столетний вот страшный юбилей, который мы вот сейчас вспоминаем, это страшная трагедия, убийство царской семьи, я говорю о проблеме Николая Второго, но во многом именно Александра Федоровна, она, Алиса, она, по сути, вырыла эти могилы для своих детей, для своего мужа. Во многом, я считаю. Вот. Но, в принципе, они друг друга стоили. И Николай, и Александр, два нечестивца, которые, в общем-то, страшно очень сделали в истории вклад. Очень страшный. Вот. И Николай Второй, он был застегнут врасплох, и потом, скорее всего, по совету Александры, Алисы, доктор Пайнос, реаниматор сатанизма в Европе, реаниматор спиритизма, тот, кто, будем так говорить, консультировал, водил в общение с бесами австро-венгерский царский двор, потом императорский, потом германский императорский двор. То есть он общался с высокопоставленными самыми особами австро-венгерской империи и германской империи. Так вот, этот доктор Пайнос в Петербурге был по высочайшему приглашению и организовал встречу покойного Александра Третьего с молодым начинающим царем, первые дни еще только императором. Вот. И о чем был разговор, о чем общался с бесами Николай Второй во время этого сеанса спиритического, мы не знаем. Информация засекречена до сих пор. Вот. А возможно, даже ее и не было. Записано самим Николаем Вторым. Почему? Потому что дневники Николая Второго, обычно он писал все. Он каждый день, он любил всякого рода извращения, убийства, кровь невинную. Он каждый день, он фактически практиковал, когда имел такую возможность, стрелял там по воронам, убивал кошек, значит, собак там стрелял, значит, особенно над кошками расправлялся, жестоко, значит, расстреливал их, значит, из ружья. Вот. Имел садистские наклонности он с детства. Вот. Но, значит, знаете ли, он подробно описывал, выпил кофе там, расстрелял столько-то кошек там, столько-то ворон там, ходил там с друзьями. Он вел очень скрупулезно свой дневник. Вот. Но именно общение с покойным отцом он не описал. Вот. Ну, согласно официальной версии, по крайней мере. Возможно, он написал, но, как бы, эта информация, если она и есть, она засекречена. Вот. Однажды, возможно, мы и узнаем об этом. Возможно. Но на небесах, конечно, все узнаем уже. Вот. Но, по крайней мере, после этого разговора, после спиритического сеанса, он до неузнаваемости изменился. Общение с бесами не прошло бесследно. У него появились галлюцинации. Вопрос даже стоял о его психическом здоровье, о способности в дальнейшем быть царем, императором. Потому что даже, будем так говорить, придворные забили тревогу. Вот. Ну, так, неофициально, конечно, но среди своих информация распространялась. Сейчас мы это уже знаем, конечно, уже не секретная информация. Вот. Но даже опытные психиатры были вызваны во дворец, чтобы освидетельствовать императора и признать его пригодным или непригодным к управлению государством. Вот. Конечно, осмотр был произведен тайно. Вот. Значит, от самого Николая, в первую очередь, второго. Вот. Под видом придворных, лакеев всяких, опытные врачи, психиатры, они наблюдали за ним в течение некоторых дней. Но ему, Николаю, видимо, кто-то шепнул на ушко, или бесы, или кто-то из придворных, пожалев его неопытность, что за ним наблюдают в таком случае. Если даже признать его непригодным, то его просто снимут с занимаемой должности, будем договорить. Вот. Будет другой правитель. Вот. И Николай II стал таким умным психом, будем договорить. Он уже, как бы, значит, уже не все рассказывал придворным, что он раньше рассказывал. А что он рассказывал, почему придворные посчитали его сумасшедшим, и все ближайшее окружение посчитало его сумасшедшим. Потому что ему везде мерещились пауки, паутины. Он ругался с придворными, что за дворцом плохо смотрят, приказывал смахивать паутины, приказывал убивать этих пауков. Но, как выяснилось, он видит это лишь один вообще. Никто, там сотни прислуги, сотни обслуги и ближайших его окружений, людей, никто не видел ни этих паутин, ни этих пауков. Но придворные были вынуждены подмахивать вениками, как будто бы они смахивают, изображать вид, чтобы не расстраивать молодого царя. Но, когда он понял, что за ним наблюдают психиатры, он изменился, он стал замкнутым, перестал на эти темы разговаривать, перестал ругать придворных и прочее. Ему даже сделали операцию. Врачи посчитали, что его галлюцинации – это следствие нарыва на голове, который получился у него из-за удара о палубу во время путешествия. Либо на корабле. Путешествие было давно, удар был давно, нарыв был давно, но почему-то галлюцинации начались именно после того, как он имел спиритический сеанс общения с покойным батюшкой. Я вам поясню кое-что. Тоже и из опыта своего священнослужителя, уже более 30-летнего опыта священнослужителя православного, всевозможные травмы, они могут послужить толчком, одним из толчков к общению, к проявлению бесовским. Но главный толчок всегда – это спиритизм, какой-то грех определенный, который открывает двери в оккультный мир, будем договорить. И вот в жизни Николая это хрестоматийно очень четко видно. После проделанной операции хирургической по удалению нарыва на голове, он пошел на поправку, и как официально доктора сделали заключение, никаких галлюцинаций больше его не беспокоили галлюцинации. По крайней мере, со слов самого Николая, он больше не видел ни пауков, ни паутину, а то он массово везде видел эти паутины и пауки. Но, скорее всего, псих стал просто-напросто умным психом и стал молчать. Потому что он был не просто психом, а был именно одержимым человеком, одержимым бесами. Это разное состояние. Просто псих – это вопрос больше психиатрии. Но одержимый человек – это не просто псих. Это человек, чаще всего, даже и умный, разумный. Душа, конечно, все равно больна. Безусловно, есть психиатрическое некоторое отклонение. Но в большей степени это вопрос не психиатрии, а вопрос духовности уже. Но вопросы духовности он решал, понимаете ли, невозможно, ну, клин клином вышибет здесь, невозможно с бесами расправиться путем общения с другими бесами. Но именно это Николай II и делал. А именно, его царствование полным-полно всякого рода нечестия религиозного, маркобесия и оккультизма. В частности, почитание мощей было повсеместным. Все прошлые Романовы, начиная от Михаила Романова и до Александра III, отца его, отца Николая, вместе взятые, даже Алексей Михайлович, тишайший, который на Богомолях часто проводил время, все вместе взятые Романовы, они ни в какое сравнение не шли с религиозностью и вот этим мракобесием религиозным Николая II. Множество храмов открывалось. Казалось бы, это хорошо. Но это все связано с культом мощей, с культом святых, богородицы, святые, всякие еродивые, всякие там проходимцы, всякие религиозные, всякие гадалки, шепталки, всякие там оккультисты и в конце концов Гришка Распутин, Григорий Распутин так называемый, или Григорий Новый, которого называют так. И некоторые говорят, вот Григорий Распутин все как бы и распутал там. На самом-то деле Григорий Распутин и Ижи с ним, это было лишь, понимаете ли, как бы естественным продолжением нечестия семьи Романовых. В общем-то, не был бы Григорий, был бы там Василий, не было бы Василий, был бы Петр, не важно кто. Бесы нашли бы свой сосуд, как пятидесятники говорят, есть сосуды божьи, а есть сосуд нечестивый. И вот это общение с бесами до добра не довело. И принцесса Алиса, ставшая Александрой Федоровной, толкала его, поощряла его спиритические наклонности, его оккультные наклонности, и его антисемитизм поощряла, и антиевангелизм. По сути, вот антиевангелизм это особая статья в жизни Николая Второго, последнего русского царя, и вообще последней семьи Романовых, расстрелянных, царской семье я имею в виду, царствующей семье. Так вот, значит, в чем проблема? Одна из иллюстраций, вот хочу привести, одну из иллюстраций, очень таких ярких иллюстраций. Вам будет много что понятно. При Николае Втором, он много правил, долго правил, так вот, при Николае Втором был целый ряд таких амнистий. Амнистий, особенно, допустим, в честь коронации, могу назвать амнистию, по которым выпускали, по этим амнистиям выпускали политических преступников, всяких там убийц, рецидивистов, выпускали анархистов, всяких революционеров, которых с бомбами находили. Одним словом, были очень такие, настолько широкие амнистии, что диву давались. Даже в Европе, значит, с элементами всеми демократии, и в Америке не знали таких амнистий широких, таких широких жестов, знаете ли, какие практиковал Николай Второй. В честь 300-летия дома Романовых, 1913 год, амнистия была самой широкой вообще. Даже амнистия после смерти Сталина в советский период, кто помнит из истории уже ближайший к нам, значит, не такая была широкая, как при Николае Втором. О многом я скажу, что десятки тысяч были отпущены, ну, рецидивистов, уголовников, матерых, отпетых, мошенников, значит, по этой амнистии. Но, я хочу ваше внимание на чему акцентировать. Ни один, я подчеркиваю, не за все эти годы, за все эти амнистии, по всем этим амнистиям, ни один еврей, ни один иудей, и ни один евангельский верующий, библейский мыслящий христианин не был отпущен. Ни баптист, ни методист, ни англиканин, ни штунда, субботник, кто еще, молокани, старобрядцы, духоборы, десятки разных наименований, по религиозным статьям сидели десятки тысяч узников совести. Значит, полиция, жандармерия, значит, охотилась на них, чаще всего эта охота на инаковерующих, инакомыслящих, была с подачей православного духовенства, этих жандармов в рясах, с крестами по ноги, на груди, которые позорили церковь российскую, православную, которые вообще являлись позором православия вселенского. Вот, и Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Глядя в историю, с Библией в руках, больше повода у нас для покаяния, нежели для того, чтобы, знаете, тщеславие или гордыни. Господи помилуй, Господи помилуй. Да, друзья, давайте продолжим. Я сделаю следующую часть все-таки, надо дорассказать эту историю. Давайте договоримся, вот, в три часа, в 15.00 по киевскому времени, подключайтесь на четвертую часть. Пусть Бог благоставит вас всех. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь святым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Аллилуйя. Аллилуйя.